Вновь здравствуйте друзья, продолжаем мы начнем с кибиспортом на параллельной трансляции. У нас есть это точный стрелок против файла 104 на карте дуалити, все по-стандартному. Комментировать данный Боб и Дурик Илдс 32, мой напарник в операторстве это снова Мякиш Хлебушек, который у нас был на 20. В общем-то смотрим, точно стрелок, ветеран киберспорта, также по совместительству играет в клане Пингвины. Пингвин занял третье место в международном чемпионате, обладает красочкой бронзой. А файл 104 это в прошлом, как я понимаю, кошак незакона, который у нас выиграл Тов Соло против адвоката, они играли в финале на карте мостик. И он обладает вроде как краской импульс. Поэтому у нас сегодня такая жаркая борьба будет. На 21, также на 21 у нас параллельная игра, тоже Соло. Вроде бы как она сейчас идет, это Холли Мэн против Изи Соло. Как мы помним, Изи Соло там очень хорошо порвал, будем так говорить, своего игрока на карте Магадан. Вот, поэтому, я так понимаю, там все болеют именно за него. Но у нас остается 10 секунд, ребята сделали рестарт, пожелали друг другу удачи. Ну и в принципе мы будем начинать первый раунд на дуалите за синих играть. Точный стрелок за красных файл 104, но дроп у нас уже потихоньку будет начинать падать. Есть нитра, первые рельсы уже летят, правда, в молоко, но все же точный стрелок, я надеюсь, будет точный выдавать, оправдывая свой никнейм этим. Синий игрок на нитре, у него некое преимущество, может быть, если оно ее заберет. Также падает аптека, вторая нитра на синей базе, на синем флагштоке, но вот пока не видать такого серьезного дропа именно брони, либо дд, которые в принципе тут решают, если умело ими пользоваться. Я, кстати, наблюдаю, сейчас у нас 30 секунд уже прошло, но даже 40 секунд прошло, да, почти минута, но у нас ребята очень уныло стоят. То есть в зависимости от прошлой игры, которая у нас была, кстати, точный стрелок выдает первую рельсу, но файл 104 будет на аптеке. В итоге проблемки, у красного игрока не попадается файл 104, но точный стрелок на нитре может успеть убежать. Кстати, у него это, наверное, получится, да, нет, все-таки попадает по нему файл 104, вот эти вот страсти все-таки накаляются и продолжаются. У файла 104 есть аптечка, ой, точнее, броня, которую он может забрать, также там есть нитра, не попадает, точный стрелок получает за это рельсу, ну и бежать ему, по сути, уже некуда. Файл будет выживать, аптеки нету, которые он мог бы забрать. Вот этот билборд, вот он, наконец-то, я его заметил. О, да, и, кстати, и точный стрелок промахивается, вот это, ого, это интересненько. Файл 104 все-таки его добивается, есть ддшка, которую он заберет, также падает аптека, нужно законтролить респ. Респ относительно удачный, но точный стрелок все-таки успевает, нет, не успевает, отлично, файл 104 отыгрывает, сливает снова с респа, и уже на фуле, почти что на фуле, будет контролить аптеку. Что-то он странное делает, все-таки забирает, можно было бы даже слить без потери хп, но все же предпочел именно так. На дэлит, как я понимаю, он не собирается сходить, потому что у него еще есть дд, можно законтролить. Еще один респ, уже третий по счету, по точному стрелку, ну вот, в принципе, дэлит есть. Хоть и прошло 2 минуты, но вот эти вот прострелы, эти промахи, попадание в текстуры на карте очень интересное. То есть, на тебя оправдывают, то стоялого, то выжидалого друг друга, ошибки друг друга. Надеюсь, у нас так и будет продолжаться. Ну и снова у нас дропа нет. По традиции, дропа нет, ребята стоят по углам карты, по углам этого центра. К слову, могу уточнить, что у нас оба игрока играют на васпе, это я вижу уже который раз. Сейчас не собираются, видимо, никто из игроков, из участников соло, брать хорнет, либо мы просто таких дуэлей не транслируем. Точный стрелок, кстати, ошибается, не попадая по файлу 104-му, то в аптеку, ну и тут он погибает, должен избивать все-таки по файлу 104-му, в итоге у него проблемы. Он может получить одну рельсу, эта рельса не прилетает, а вот, кстати, ядро, который летит, вообще странно, можно было бы даже его, наверное, забрать. Да, файл-стрелок, это все-таки поедет, респаун в это время очень нехороший, точно стрелка не избивается, но броня именно за ним. Аптека ему, по сути, не нужна, флажочек сейчас у нас вернется, ну и доставочки тут быть. К слову, еще и дд падает, файл нужно ее контролить, но ждет он респаун. Флаг возвращается тем временем, получает, точно, стрелок первую рельсу, скорее всего, будет получать и вторую, я надеюсь, он не попадет в билборд, либо в эту трубу. Слушай, а куда он стрельнул? Что он делает? Кстати, забирает, забирает киддшку, ой-ой-ой, рез был на аптеку, уточного стрелка, не успел он просто-напросто ее забрать, ну и это будет доставка второго флажка в исполнении файла, это 2.0. 6 минут до конца, по дропу, ну, по дропу у нас ведет файл 104, то есть второй раз я уже наблюдаю его на нейтре, на ддшке, на контроле аптек, которые у нас падают по углам. Кстати, проблем, уточного стрелка не попадает файл, может быть перевернут, но нет, ддшка пропадает, не успеет он разрядиться. Вот, кстати, следовало бы, наверное, выждать, выждать и более аккуратнее сыграть на дд, мог бы быть сейчас счет 3.0 у нас, но все же точный стрелок будет ехать. Ехать, респаун, к слову, у нас отличный у файла, у красного игрока, он может здесь спокойно отыграть, не получив дамаг, рельса не прилетает, осторожненько. Не попадая в контейнер, но все-таки выстреливает, додумался, что надо взять флаг, нужно добивать и, я так понимаю, увозить, видимо, на дэритах, да? Это странно, это вариант у нас игроки, аптека падает, кстати, дэрит, тут не нужен, первый, наверное, все-таки файл 104, есть аптечка, видимо, он контролить ее будет, будет, все правильно он делает. Ну и на дэрит даже попытается, возможно, обыграть, там еще и броня падает, к слову, справа, у точного стрелка меньше шансов, конечно, ее забрать, не попадает, файл 104, как или точный стрелок, броня лежит, броня лежит до, нет, после все-таки брони, он получает, нет, до брони он получает все-таки, да, урон. Файлу нужно не спешить, осторожненько, да, отыграть, он это и делает, будет забирать еще и не труп, ну, если он сможет, то это гарантированная доставка, хоть и респаун есть, очень удачный для точного стрелка, первый на листе файл, ну и, соответственно, если без промаха отыграть, то это будет доставочка. Возвращаем все отлично, 3-0, 3-0, 4,5 минуты и падает дроп. Очередной дроп, который у нас точный стрелок проиграет, благодаря своевременным подборам коробок, да и, в принципе, отличным рельсам от файла. На подхвате оба игрока, но вот у файла есть небольшое преимущество в роли ДТшки, она, ой-ой-ой, очень своевременная рельса по точному стрелку добивает он его, это будет очередная доставка, это 4-0, очень далеко уходит в отрыв именно красный игрок, респаун хороший, но для файла это не проблема. Да, УП у нас 1-16, ничего себе, немного точный стрелок невидоумений, как это он так отреспился, но это все, это все танки онлайн, это альтернатива гейминг, вот, это именно разработчики у нас придумали такой замечательный респаун, да, раньше можно было фантомиться, то есть в этом и был скилл, по сути, игры, да, в соло, да и не только в клановой какой-то категории, либо же 2 на 2, 3 на 3, сути не меняют, просто именно была скиллозависимая. Вот эта вот штука в роли, ты стоишь и пытаешься не выйти из респа, из фантома точнее. Вот, ну и сейчас у нас все по-другому, сейчас у нас танк может спокойно зариспиться в танке, то есть ему ничего не мешает, те времена, кстати, я тут заговорился, файл 104-й сам уничтожился, получил он рельсу, падает дроп, падает дроп, соответственно, нужно было контролить. У тебя промахивается файл очень не своевременно, очень не вовремя, ну и точный стрелок будет, да, на броне, флаг у нас вот-вот вернется, и я надеюсь, что будет доставочка. Ничего ему не помешает, да, даже респаун файла, чуть-чуть позже вернулся флаг, но в минус он не падает, все хорошо, это доставка. Так, 4-1, наконец-то, точный стрелок у нас привез один флаг, вроде как, да, он у меня что-то дергается. Так, это не только у меня. Так, у него, я так надеюсь, слушай, у меня и файл дергается. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это да. Вот это да, видимо, проблемки никакие, какие-то у точного стрелка, надеюсь, он их пофиксит. Так, вот файл, кстати, нет, слушай, у меня файл тоже с логом, или он просто кладится. Я, конечно, ни на что не намекаю, вот, но, кажется, нам карту дудосит. Благо, спектатор не лагает, в этом все хорошо, в этом все отлично. 4-2, точно стрелок доставляет флаг. Ну да, ну, это не совсем по-киберспортивному, с этими лагами, как он дергается, вот, ну, я не знаю. Я надеюсь, он не будет таскать, то есть мы же все-таки за красивую и равную игру, да, а не один игрок залагал, другой еле-еле там как-то пытается через силу, через не могу, давай, я смогу поехать, вот, доставить какие-то флажки. Ну, это не то, чтобы некрасиво, это просто не красиво со стороны спорта. Вылетает у нас файл, я надеюсь, он вернется, уточного стрелка вроде как нормализовалось все в интернете, хоть и есть какие-то, да, подергивания. Ну, вот, я пока, в принципе, могу зайти в чат, почитать, что у вас, да, как, как у вас, да, чем. Словно, у нас есть голосование, а, у нас есть даже голосование, голосуют у нас, я надеюсь, ну, я так понимаю, это не будешь, да, показывать его. Ну, ладно, я просто так скажу, за точного стрелка 8, за файла 9, ну, такое, как бы, не особо ключевое и важное голосование, то есть, вряд ли кто-то будет искать, там, что-то, ну, высматривать к слову. Если у нас будет ничьян, на дуалите мы уйдем на песочницу, это по стандарту, вот. Не появился у нас еще файл, последняя минута, ну, мне кажется, что, я не знаю, но мне кажется, у нас будет переигровка, я не знаю, но, возможно, если судья к нам придет, которого у нас нету, а, нет, у нас есть судья, все хорошо, на карте, ничего нам не пишут, но судья есть на карте, я надеюсь, она порешает, ну, слушай, кто у нас еще может быть судья? Нет. Да, да, никакая, нет, ты второй сказал, правильно. Парам-парам-пам, когда промо, слушай, я не знаю, когда промо, когда промо, так тогда промо. Скажите, задать другую карту, каши-кады досят. Ага. Там сколько у нас, получается, где-то 2 минуты, да, оставалось до конца раунда, после того, как начали все лагать? Идем мы, в принципе, ответа судьи, будет ли у нас переигровка, было бы неплохо, по сути, мы никуда не спешим, это у нас 9 часов трансляция, дальше у нас нету трансляций. Да, 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 все нормально. Да, я тебе, я тебе скажу ответ. Ага, то есть у нас в принципе без ответа судьи, ребята сами походу решили, то есть предложил файл reset, при том что счет у нас будет 0-0, точный ссылок согласился и я так понимаю у нас на этом и будет все, видимо так и есть, в принципе неплохо, в принципе неплохо если у нас ребята начали первый раунд в таком, в такой борьбе очень жесткой, жестокой, вот то я надеюсь и первый который второй уже раунд будет по сути у нас начнется также, тем более дроп у нас падается, ребята вроде как его контроль от аптечки у нас не присутствуют, но есть другие коробочки, хривары на песке топ, слушай, мы можем пойти на песочницу, сейчас надо вам показать, чё бы я, то что я вижу это что точно стрелок, именно красный игрок у нас контролит дроп в чате, как это делал фантомас, а нет, как это делал краус в прошлой игре, то есть ребята контролили дроп и краус в основном был в принципе на этом дропе и незаслуженно выиграл, я так понимаю у нас еще один да будет рестарт, ой-ой-ой, нет, тут ничего никто не писал, ребята между собой переписываются, пишут дроп в чат, предлагают что-то сделать, мне вот интересно, там в чате писали, давайте другую карту кошка дедосит, что изменится с карт, ну типа, ну карту не могут дедосить, а дедосит чисто пользователь хоть он там пойдет, не знаю, играть в какую-то другую игру, да, его и там будут дедосить зона лучше, зона лучше, зона просто скиллозависимая карта в плане прострелов, да и их нужно во-первых знать, там не все их знают, а если их выучить и оттренировать очень хорошо, как у нас любят делать задроты первого сервера, как их в принципе называли, как их будут называть, вот, вне зависимости есть у нас сервера или нет, вот, то, да, почему бы и нет. Гонопесок, если у нас по итогу четырех раундов будет ничья, то есть 2-2, либо же, я не знаю, там, они все будут играть раунды в ничью, вот, то, по сути мы уйдем на песок, 2-2, 1-1, 0-0, вот так вот. У нас там параллельная трансляция еще идет, играет Изи Соло против Холли Мэна, мне интересно глянуть, что у него там за счет. Влетел я, влетел, ой-ой-ой, Холли Мэнто тащит 1-0, первый раунд он выиграл, у нас есть второй раунд, он даже второй флаг тащит, то есть, как-то не особо секонд сопротивляется. Ну, проиграл первый раунд Изи Соло, и во втором раунде сейчас до ноль. Привет тебе, экстрим стайл, что-то я сразу вспомнил этого экстрим, который просил называть его экстрим, а не экстрем, на паре. 15 секунд до конца, до начала, точнее, до начала, соответственно, первого раунда, точно стрелок, кто-то законтролил дроп, как до перезахода, так и после, ребята, самоуничтожились, и будут, соответственно, начинать этот раунд. Точно стрелок за синих, файлов 104 за красных, падает сразу же первая аптека на стороне файла, нужно было законтролить очень умело, не получив, точнее, выдав рельсу по противнику. Это, кстати, у него получается, переворачивает точно стрелка, очень отличная рельса от файла 104, своевременная, кстати, почти что получил в ответочку. Я люблю, кстати, такие рельсы переворотим. Давайте, это за 30 секунд доставка первого флага, меня это радует очень сильно, сильно это было, сильный переворот, очень хорошая игра. Есть аптека, есть аптека у точно стрелка, вроде как все хорошо, никто тут не дергается, все отлично. Также есть аптека у файла 104, с левой стороны карты, возле него она лежит, ему волноваться нечем, если он получит рельсу, то можно будет ее забрать. Все-таки рискует, выдает рельсу по точному стрелку, забирает аптеку, высовываясь, получая вторую даже рельсу, нужно уйти на дрит, скорее всего, именно после респауна. Респаун происходит, не врезается, кстати, точно стрелка в бочку, но это не мешает файлу 104, он будет этому рельсу. Дропа пока что нет, но он скоро будет, скоро будет ДДшка и ДАшка по бокам карты, точно стрелок на одну едет, файл тут должен его добивать, в угол забивается, просто-напросто, но да, все-таки добивает, на третье, вот и ДД. ДД первое у нас летит справа, все зависит от респауна, респаун первый у нас у точно стрелка, но файл очень близко был к ДДшке, хоть он и получит рельсу, но вот ДД он проиграл. Как минимум, возможно, даже может и проиграть броню, которая там лежит, не попадает, точно стрелок по файлу 104, он будет погибать. В итоге файл на броне, на ДДшке, возможно, поедет даже за Нитрой, аптека у нас будет не скоро, приблизительно через минуту, минуту 30, это в зависимости, какая, где будет падать. На фуле, на фуле у нас файл 104, забыл, все-таки он не ТРУ, дожидаться нечего, пытался попасть по точному стрелку, должен быть первый на лисе, он первый на лисе, хоть и не сбивает, но будет добивать фагоносца, и, соответственно, доставлять флаг, это 2-0. 2-0, очень неплохое начало, за 2,5 минуты, мне нравится, это как минимум лучше, чем первый раунд, да, который у нас был, вот, там деревян, ой-ёй-ёй, что это такое вообще? Интересненько у нас работали текстуры в танках, точный стрелок ехал, перевернулся, в итоге, из-за ошибки, возможно, его, возможно, карты, это будет доставка 3-0. Хорошо, хорошо, и рельсы, кстати, тоже хорошие, точный стрелок получает, вот, не врезаться, ой-ёй-ёй, успевательки, он слить точного стрелка, будут забирать аптеку, именно файл 104, неплохо, даже, при том, что он врезался в эту бочку. Он всё равно попал. Получает в ответочку у нас, ребята, снова дуэлица, файлу 104 можно забрать эту аптеку, но нет, отличная стрелка, отличная стрелка, отличная рельса от точного стрелка, всё-таки не даёт, не позволяет файлу забрать эту зелёенькую коробочку, даже ещё и сбивает вторую рельсу, уезжая, тем временем, на свою базу, можно законтролировать ещё и ДД, очень своевременно подлавливая своего противника на выстреле, на выезде, Ну и будет ехать за ДДшкой, кстати, у файла снова респаун очень хороший, для этой коробки, может он сливать флагоносца, как минимум, зажав его подальше внутрь, ой-ёй-ёй, всё-таки первый файл, первый на рельсе файл, он будет снова собирать фул, ну, за ним просто все коробки на карте, это как две аптеки, и как фул, который он уже во второй раз, вроде как, собирает. Добивает, добивает всё-таки успевает, добить не уехал, точно стрелок за подъёмчик, успевает его добить файл, ну и нужно выдвигаться, не ждать, пока ДДшка есть, пытался... Что это такое? Почему как-то вот васпы, хантеры... Я серьёзно тебе мешаю, Игорёху говорю, какая-то фигня творится с хантерами, с васпами, сейчас, правда, вот файл будет добивать, благо он в билборд не попал, всё хорошо, это 4-1, какая-то фигня творится. Хантеры переворачиваются, шо васпы? Васпы переворачиваются, ну, в принципе, васпы должны переворачиваться, вот, до лёгких корпусов, но не так же часто. Ну, ладно. Первый на рельсе, вроде как, был файл, сбивает очень хорошую рельсу поточному стрелку, не попадая, правда, сейчас вот этот вот контейнер всем мешает, просто-напросто. Ну, файл всё-таки добивает, без потери хп, лучше съехать на доставочку, падает аптека, а также очень своевременный рельс поточного стрелка не попадает с этим временем. Файл, хоть и будет на аптеке, но шансы равны, шансы были равны до этого времени. Файл не успеет он спрятаться, врезаясь в эти тоненькие заборчики, бочки. Нужно решать поточному стрелку, потому что времени всё меньше и меньше, тем более скоро будет падать дроп, который ему обязательно нужно законтролить, отлично сливает над файлов 104-го, нужно ехать на доставку, есть аптека слева. Было бы неплохо и законтролить, на которой, кстати, респается, это файл, рельса будет первого уточного стрелка, он попадает всё-таки, но не сбивает, не сбивает. За аптеку он, видимо, не поедется, да и не следует, по сути, да, он всё правильно сделал, добил флагоносца. Очень много дропа, кстати, в такие моменты игроки в соло-турнирах часто теряются, то есть, когда очень много коробок, он не понимает, куда ехать, доставлять флаг, либо же контролить дроп, вот, допустим, как-то было только что с точным стрелком, он мог бы спокойно доставить флаг, либо поехать за ДАшкой, вот. Но это просто хорошо законтроленный дроп одновременно, броня и ДА, в некоторых микро-моментах он решает. Точный стрелок на броне, будет сейчас дождаться флага, который вот-вот-вот, прям вот-вот вернётся, а файл в своё время никуда не спешит, он выигрывает 4-1. Его это вполне устраивает, у нас остаётся 4 минуты до конца, дроп, из дропа лишний трал лежит, точный стрелок, кстати, рискует, мог бы он получить лишнюю рельсу, он её и получает, броня у него пропадается, выдаёт ответку для файла 104-го, нужно не промахивать. Он не промахивается, спокойненько добивает уже, кстати, в который раз, в третий раз, он вроде бы флаг возвращает прямо на флагштоке, это доставка. 5-1, 3,5 минуты точно на стрелку нужно собраться, что-то как-то не то. Для этого игрока, всякие дритятся, ребята, всё правильно, всё хорошо, падает аптека, за ней следует и вторая, которая будет на базе файла. Также в скором времени там будет одна нитра и после них, соответственно, дроп. Мне интересно, как они законтролят этот дроп, так как если точный стрелок заберёт фул, который забирал два раза подряд файл, то он вполне может отыграть на 5-3 счёта. Если он этот флаг ещё заставит, то это будет 5-4 и, возможно, ничья в первом раунде. Но тут ошибаться вообще нельзя для точного стрелка, то есть безошибочно сыграть, очень осторожненько, аккуратненько, наверняка. Допустим, сейчас выдав рельсу по файлу, будет он тут всё равно получать дамаг. Файл всё-таки не прыгает, сам уничтожается. Вот падает аптека, кстати, опять делита, но первый будет на респе, это файл. Первый на респе именно красный игрок, который будет ехать за ддшкой, снова на абсолютно неудачный респ для точного стрелка. Не попадает, всё-таки файл будет сливать синего игрока, падает броня. Файл её видит, файл будет за него выдвигаться, респаун. Респаун хороший, к слову, можно попытаться законтролить, но не получается даже уехать, зачем нужно было выезжать вообще оттуда. Файл всё-таки два раза, два раза на дд добил, но точный стрелок есть на броне, также там есть аптека, успеет или нет. Нужно попробовать выдать рельсу, даже сбить и не сбивать, немного он растерялся, попадает в стеночку. Файл всё-таки уже третий раз, третий раз на дд контролить, две минуты до конца, ну как я и говорил, в принципе, файл забрал себе все коробки на карте, это одна или две аптеки, также фул, ну и в принципе заслуженно доставил флаг. Что я замечаю, это то, что синий игрок торопится, очень сильно и очень часто, он торопится, допустим, сейчас, да, он мог наверняка выдать рельсу, хоть эта рельса ничего бы не зарешала, но это сейчас, вспомните, допустим, вспомните, ну так, чё он на ростке спрашивает. Точный стол, кстати, возвращает флаг, видимо будет ехать на доставочку, да, Да, но тут очень своевременный респаун и очень хороший для файла, хоть и мансует очень неплохо, мансует-то, ой-ой-ой, ну промахивается, опять скидывает флаг для чего-то, ну, видимо, это тактика, я и не понимаю, соло, соло тактика, с которой он придерживается с самого начала. Будет доставка второго флага точного стрелка, это 6-2, минуту до конца, шансов нету, просто-напросто у синего игрока что-либо сделать. Долититься он файл будет выдвигаться сно на доставочку, дроп тут уже не решает, который он контролил абсолютно весь раунд, в принципе, заслуженно, заслуженно выиграл. Даже на себя, на себя закидывать точного стрелка успеха нет, будет все-таки первый на росте синий игрок, но и последние 30 секунд ничего не сделают. Кстати, я же вроде говорил, да, как ребята у нас проходили по сетке. Нифига себе, он выпал, говорит наш оператор. Нифига себе. Ну и все, по сути, у нас закончился первый раунд, который по счету второй. Ну вот, выиграл у нас файл 104, как и в первом он бы выиграл, если бы не лаги со стороны как синего, так и его оппонента, красного игрока. 6-3, будем мы ждать все начало второго раунда, который у нас вот-вот начнется. Стрелку? Стрелку нужно собраться, потому что из дропа, который он контролил, это была аптека, это была нитра, насколько я помню. Это была одна броня, и то безуспешно. Он ее законтролил, промахнулся, разнирничался, промахнулся, в итоге погиб от ддшного файла. То есть точному стрелку нужно собраться с мыслями, не знаю, там, с рельсой, с клавиатурой, со своими пальцами, вот, подружиться и попробовать отыграть на тот уровень, на который он может играть вполне спокойно, так как, допустим, в категории клана, ой, точнее, в каком же он турнире там играл? Какой-то на рельсе был турнир. Возможно, даже это был первый, первый моц, может быть, Golden Way, не, ну, или первый моц, или Golden Way. Вот, он играл там за пингвинов, насколько я тоже помню, и он там такие рельсы выдавал, мы даже это комментировали. Вот, как-то можно даже поднять архивы трансляций. Нет, точно стрелок, я про кошака ничего не говорю. Кошак у нас неожиданно влетел вообще в, неожиданно влетел в структуру нашего киберспорта, вот, после хорошего прохода через сетку, да и, в принципе, отличного финала против адвоката, как я говорил на карте мостик. Никто не ожидал, но он выиграл, по сути. Вот так, 30 секунд до конца падает у нас последние коробочки, именно аптечки, нитры, которые ребята забирают, в общем-то, в чатике, я так понимаю, ничего нету. Я думаю, что за ключик, точно стрелок, ищи себе новый клан, я разочарованный, я разочарованный, герой клан пингвинов, больше, их услуга. Соло, сравнивать соло, это знаешь, как, допустим, мы тут дискуссируем с некоторыми людьми по поводу игр других, да, не сравнивая веб-игру и игру с клиентом. Вот, я тебе так же скажу, не сравнивай соло-игру и игру в команде. Этот игрок в команде очень хорошо себя показывает, соло просто можно разнервничаться, да, а в команде тебя могут подбадривать твои тиммейты в любой какой-то ситуации, да. В принципе, это залог командной игры. Есть у нас с начала второго раунда, который третий, правильно ведь? Да, правильно. Файл 104, кстати, у нас сейчас второй. Файл 104 доставляет флаг очень умело, он разобрался со своим противником, это 1-0 за 30 секунд, кстати, как и в первом раунде, он доставил флаг очень быстро, резво, без дропа, тоже вроде как на нейтре. Правда, он на одну рейсу, он погибает, точность того, кого добивает, и скоро у нас будет падать дроп. Ребята его контролили? Вроде да, я так понимаю, да. Точность стрелка первого, кстати, на рейсе, файл не будет погибать, там есть аптека, но это будет ответная доставочка для красного игрока, это 1-1-9. Ну, до конца, за минутку ребята разменялись флажками, в принципе, заслуженно, все хорошо, но дроп, дроп, который снова контролит файл. Для точного стрелка даже нет ддшки, которая для него сейчас пригодилась бы очень сильно, файл доставляет свой второй флаг, очень быстро, при этом выдавая рейсу по точному стрелку, длитится, длитится, все делает правильно, потому что скоро будет дд. Дд с левой стороны, которую следовало бы законтролить, файл на подхвате, едет именно туда, к этой коробке, кстати, выдает рейсу отличную по стрелку на аптеке, на аптеке, вот и дд, вот и дд, за которую у нас будут бороться именно эти два игрока. Стрелок, кстати, уже на 1 хп, на 1 рейсу, точнее, остается, файл его успешно добивает, будет забирать ддшку, ну и ехать на доставочку своего третьего флажка, кстати, очень быстро, очень быстро, я удивлен. Это 3-1 за 2 минуты, неплохо, где, кто его учил, я не могу понять, кабачка этого. Точный стрелок, приехал, 2 промаха, 2 промаха обоюдных, правда, вот сейчас вот рисковал, ну, нужно было, ну, как-то увереннее сыграть, вот сейчас хоть и рейса прилетит, но он все равно погибнет, у файла все равно меньше, меньше шансов на доставочку, хоть едет он по центру, респаун очень хороший, это вряд ли будет доставка, хоть и можно было попытаться, погибает, погибает флажка 4-й, не следует, наверное, возвращать флаг, это точно стрелок понимает и будет выдвигаться. Выдвигаться на доставочку осторожненько, аккуратненько, флажечка лежит в углу, файл за ним едет, кстати, он успеет, он успеет его забрать, это не обсуждается, пытался попасть по синему игроку в стрелок, но не получилось. Обманочки у нас присутствуют на карте, вот, кстати, сейчас можно выдать рессор, рейса прилетает, это очень странно у нас файл играет, наверное, надо было ехать на возврат. Длитится, длитится файл, мне сначала показалось, что стрелок его добил, но нет, падает броня, кстати, ой-ой-ой-ой, эта стрелка ее видит, отличная рельса с вертухи по файлу, он будет зачем-то возвращать, я не знаю зачем, но вот эти две лишние рельсы, которые он получил, странно. Зачем, к чему они были, но хоть аптека есть, аптеку можно использовать, забрать, не попадает в файл, точно стрелок будет его по максимуму сейчас прессинговать, давить, получает последнюю рельсу, это последний шанс его на доставочку, он, к слову, оправдывается. Это будет доставка, это будет 3-2, все-таки обыграл своего соперника, очень хорошо, ну и доставляет флаг. 5 минут до конца, да, падает у нас коробка DD, слева от красной базы, точно стрелок очень точно рельсу, к слову, добивает флагоносца на аптеке, и на подплате флага будет выдвигаться за красной этой коробочкой, за коробкой ада, как говорится, потому что для файла именно сейчас этот момент и наступает. По сути, это может быть счет 3-3, если не ошибаться, а стрелок не ошибается, очень уверенно дает рельсу, и в принципе это доставка, к слову, можно даже еще поконтролить ареспы, потянуть немного время, чтобы файл не... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это был очень обидный промах от точного стрелка, он ошибся, немного следовало бы, наверное, не разряжаться. Кстати, это распространенная ошибка в плане выстрелов таких, якобы на опереждение, но в итоге тебя сбивают. То есть, тем более на дропе. Не отдает точный стрелок нетру, под файл 104, хоть это будет доставочка 4-3, но не такой большой разрыв, как это было в первом раунде, со счетом 6-2, вот, поэтому шансы у стрелка еще вполне хорошие, при том, что он относительно начал контролить дропы, так как минимум ДД и аптеку. И все, в принципе. Падает броня. Коричневая коробочка слева летит на пару с нетрой и аптекой. Файл. На подходе флага есть у него шансы, ой-ой-ой, обоюдные рельсы ребята по друг другу выдали, но вот у файла больше преимущества, хоть и первый. На рельсе стрелок, но файл его успешно забивает, будет забирать не трой, а аптеку. И сейчас проблема именно у точного стрелка. Я надеюсь, не будет таких ошибок, как были ошибки от игрока, от именно от красного игрока, когда он просто катался по карте, получал рельсы на броне. В итоге, ну, по сути, если бы он играл в клане или в какой-то клановой категории, вот, то он был бы бесполезен. Все-таки файл добивает, очень хорошо сыграл, и, в принципе, это будет доставочка 5-3. Разрыв у нас увеличивается, уже два флажка нужно привести точному стрелку, чтобы хотя бы как минимум сравнять это все дело на ничью. Файл у нас на одну рельсу, падает аптека, также падает дд. Точный стрелок замечает, я так понимаю, дд, первый на рельсе все же, ну, и будет пытаться контролить. Он-то ее заберет, но реализовать на одну рельсу, при том, что очень хороший рельс под файла, это вряд ли. Нужно ехать за аптекой. Это стрелок понимает, но файл его, кстати, контролит. Понимает, что нельзя отдавать аптеку ддшному игроку, потому что прошлый респаун не особо так. Удачно завершился. Хорошая рельса от файла по стрелку, добивает ддшного игрока, сливает так же погоносца, вот, по совместительству. Ну и будет выдвигаться. Потихоньку еще и выдает рельсу вторую, к слову. Что-то, да, как-то странно он попал, но есть аптека. Аптека, за которую можно выдвинуться очень своевременно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, точно стрелок все-таки сливает файла, это будет возврат через аптеку, возможно, даже доставка. Ну, еще не все потеряно. Правда, не все найдено, но не все потеряно. Есть рельса по файлу, точно стрелок на две рельсы будет его прессинговать, кстати, пытался попасть, но не особо. Это получилось, файл уже на своей базе, на базе синего флагштока. Двидятся игроки, при том, что у нас падает броня слева. Файл на подхвате брони, нужно бы ему реализовать эту коробочку очень правильно. Получает он рельсу, ему еще и сбивает ее, кстати, стрелок мог и вторую выдать очень спокойно. Почему бы и нет, файл до последнего чего-то ждет, хотя можно было бы выдвигаться. Первый на рельсе будет стрелок, сбивает еще одну очередную по файлу 104, правда, кстати, не попадает, хотя шансы были. Очень большие файлы, по последнему делу техники давят, ну и, в принципе, будет возвращать. Это 3-5, это очередная попытка доставки, это, скорее всего, будет доставка 6-3. Ой-ой-ой, Холли Мэн выиграл, подсказывает мне тут параллельно, что Холли Мэн выиграл там что-то в сухую, походу, изи соло, а я, кстати, прогноз ставил по-другому. Там, если можно поднять переписку конфы. Ну, точно стрелок, кстати, на подхвате, он ДД-шку забрал, слил, я так понимаю, файл 104 или тот делитнулся, нет, тот делитнулся. Все нормально, все хорошо. Броня, я так понимаю, у нас уже была подобрана, не скоро будет дроп. Ой-ой-ой, файл 104 подловил все-таки своего противника. На рельсе и будет доставлять очередной флаг, это 7-3. Замечаю я, что вот каждая ошибка стрелка, это флаг. Каждый какой-то промах при ключевой ситуации, это 100% доставочка от файла 104, хоть он на 1, хоть он там на 0 хп, хоть он почти что-то там делитится, это все равно доставка. Вне зависимости, сколько времени остается. Ну, как я и говорил, по сути, ему нужно собраться. Он попытался, он собрался. Первые там три флага он хорошо играл, но сейчас как-то не особо у него это получается. Файл 104 когда будет погибать на подхвате стрелок. Также он будет забирать нейтру, по пути вернет флаг, ну и попытаться это доставить. Нужно очень неудобный респаун для файла. Он не получает, хорошо переворачивает в минус, точно на стрелке будет на подхвате брони. Если бы это был бы ключевой момент, то было бы вообще идеально. А по сути, 40 секунд до конца файл очень умело расправился со своим оппонентом, но и будет ехать на доставку на дваном дропе, при этом еще выдавая рельсу по стрелку. Он уже понимает, что нечего тут делать, по сути. Играть тоже не надо. Что тут сделаешь? Игореха, ты что-то тут сделал или нет? Ну как хочу играть? 8.2 Ты бы вышел? Ооо, это со стороны киберспорта вообще, это просто по максимуму некрасиво. 8.2, 9.7, ребята, у нас ключ, можете его вводить. Тем временем, файл у нас в минусе. Как-то он упал, вообще непонятно, пытался выстрелить, но он... Так как у нас башня, материальный объект. Вот, в текстурах он не стреляет. 8.4 счет у нас файл. Побеждает, в очередной раз побеждает, это 2-0. 2-0 по итогу двух раундов, ждем мы третий, ключевой. Возможно, для этих двух игроков мы посмотрим обязательно эту 10-минутку, на которой точному стрелку нужно собраться, наконец-то. Как я говорил, во втором раунде он отлично отыгрывал первые три флага. То есть он даже контролировал дропы, это броня была, это была ДДшка, также это были там какие-то аптеки, возможно, нитра. Он себя показывал хорошо на дропе, но вот... Не обдуманно как-то. Просто дай, допустим, дроп файлу, да, двойной дроп, это ДА-нитра, он не будет кататься по своей базе, объезжая там раза два флагшток, чтобы подобрать флаг, либо его вернуть. Он поедет с этим флагом, или без флага, просто на возврат. То есть для файлов, приоритете, стоит свой флажочек, он должен его по максимуму отстрелять, попытаться вернуть, в зависимости от ситуации, ну и, соответственно, доставить. Ну, к слову, еще то, что даже пишет, точный стрелок дроп. У нас в чате, в своем тим-чате, когда у него падает там 8.30, у него, я так понимаю, это был Double Power, это ДД, вот, и, скорее всего, Нитра, или ДА-шка. Хоть он это и пишет в чат, да, но как-то не особо. Получается, у него это все контролить. Как я и говорил, стараться, не нужно стараться. Он, в принципе, все может сделать, так даже умело забирать аптеки. Кстати, победители этого тандема, у этого, этой дуэльки, выйдут на, либо на Эксе, либо на Бис. Бисы знаем мы как профильного восповода, а Эксе мне знаком как игрок на Гардере. И это, в принципе, все. Ну, я только его оттуда видел. Мне какие-то видосики скидывали, как он там выдает какие-то рельсы, прострелы. Ну вот, но вряд ли Бис отправит его на Гардер, да и, в принципе, вроде как у нас в Соло должен быть Гардер, но его вычеркивать против этого игрока обязательно нужно. 7 секунд до конца падает ДД, кстати, которую не успели за контроль, и также падает броня. Очень быстро у нас упол-дроп. В отличие от прошлого раунда, получается, сразу рельсы у нас файл 104 на подхвате. Точно стрелок. Нужно осторожно отыграть. Не попадает файл, все-таки будет стрелок на подхвате брони. Также он будет с флагом ехать, забирать не трущечку, но и, в принципе, осуществлять доставочку. Почему бы и нет, да, первого флажка не попадает, правда, по файлу. Ну, странно. Тут нужно было уже ставить. То есть, то, что они будут сейчас кататься, и файл по максимуму отвезет флаг на свою базу. Что, слышно собак? Серьезно? Ни хрена себе. Так они вообще там лают, я не знаю, на площадке. У меня площадка в 20 метрах от меня. Ну, в 20-30, это не может быть. Ну, ладно. А я просто в этом, в приюте для собак живу. Ну, ладно. К слову, точно стрелок не доставил флаг, и для него это очень грубейшая ошибка. Он должен был ставить в итоге файл. Будет пользоваться его ошибочкой, ну, и, в принципе, ехать. На доставку это будет, соответственно, первый флаг, хотя такие шансы были у стрелка. Вот, мне сейчас интересно, файл самоуничтожится, или все-таки дождется? Нет. Значит, то все-таки были делиты, а не наши прекрасные респы. Альтернатива Гейминг, привет. Точный стрелок на нитре. Я надеюсь, он доставит. Все-таки попытается доставить флаг, промахивается, хоть и по файлу, но есть аптека. Есть аптека, первый на рельсе. Все же будет файл. Добивает он флагоносца. Очень, кстати, интересненько возвращает флаг. Там должен быть флаг, был быть... Немножко... Да, да, тавтология в турбе, должен был быть флаг. Вот, но... Слушай, я... Я уже ничему не делюсь. После того, как я видел, как хантеры просто на месте переворачиваются, васпы поднимаются на подъемы, просто переворачиваются. Я не удивлюсь, если мамонты у нас будут в скором времени играть там в хрэ-вэрэ. Ну вот. 2-0. 8 минут до конца. Точный стрелок не попадает. Я думаю, он будет оправдывать свой никнейм. Ну ладно. Снова. Снова обидный промах. Для синего игрока эта доставка, это 3-0. Умело распирается файл со своим противником, будет забирать бежку. Также там есть ядра и броня, которые нужно было законтролить. Точный стрелок ее видит, и вот в этом проблемка-то. В этом проблема. Сливает все-таки файл своего противника, будет выдвигаться. Вот снова. Снова красный игрок на фуле. Как это было в первом раунде, так это в принципе и в третьем. Отлично. Снова контролят респы синего игрока просто АГГ, как говорит наш оператор. Это доставка 4-0, 7,5 нун до конца. Вертуха не проходит, да и в принципе не обидно, да? При счете 4-0, при том, что ты уже можешь почти выиграть и пройти в 1-8. Это не особо обидно. На подхвате. На аптечке у нас, правда, стрелок получает, но рельсу падает в полуминус. Вот этот минус у Васпа. Ну, плюс то, что он быстрый. 4-0. 4-0. Близ, доставочка 5-го флага. Ну, слушай, это вообще разгром. Это разгром разгромных граммов. Да, за буквально 3 минуты. Ой. Мы поедем, мы помчимся далеко надолго с флагом и делитимся мы вместе в ямке на 2-лити. 5-0. Счет. 6,5 минут остается. Не успел. Не смог, точнее, стрелок доставить флаг. Файл очень эффектно на нем. Поскакал. Дропа нет. Дропа нет. Лишь и две коробочки. Это аптека, которую контролит красный игрок. Также нитра. Ну, нитра не столь такая прям решающая у нас прямо в этом моменте. Я жду именно коробки ДД. Именно коробки ДД я скажу почему. Потому что точности лок, если возьмет ДД, в прошлом, допустим, в раунде, он хорошо контролил респауны. Ну вот. Ключ повторяет? Ключ повторяет. Я повторил ключ. Ключ повторяет. Нормально? Повторил? А, вот и падает ДДшка. Вот она, эта родимая красненькая коробочка, которая будет, видимо, контролить точность стрелок. Именно на его стороне она падает. Ему в этом плане повезло. А вот для файла очень все обидно. Ой-ой-ой. Кстати, обманывает очень неплохо он своего игрока, своего оппонента. А вот, кстати, и ДДшка. ДДшка, которую он не забрал. Ключик у нас, ребята, 8297. Можете его вводить быстренько. Файл очень умело разбирается со своим противником. Ну, это уже неинтересно. Ну, Ну, сейчас, вот респаун. Вот респаун. Вот точная рельса от точного стрелка. Я бы так сказал. Ну, вот. Подбор брони. Также там падает аптека, за которую он сейчас поедет. Все. По сути, респы для файла синего игрока шикарные. Респы для точного стрелка это вот так вот можно озвучить. Файл снова почти что на фуле не избивает, правда, не попадает даже в точного стрелка. Вот как надо действовать. Вот как надо действовать на дворном дроби. Не бояться ничего. Просто ехать наверняка сливая как-то у нас. Правда, немножко подлагивает. Нет, это они. Это 7-0. Это в сухую. Это 5 минут до конца. У точного стрелка уже, мне кажется, дизмораль пошла. Просто-напросто. Так как он простейший элементарный рельс не попадает. дробь у нас закончился. Ребята, теперь будут играть в сухую на карте. Я так понимаю, нас ожидает стоялого. Но, к слову, они как-то двигаются. Уже неплохо. Уже хорошо. По углам карты, ребята. Встали, падает первая аптека. На башню, на голову файла он вроде как попадает. По точному стрелку будет забирать аптеку, но и проблемки сейчас у него есть. Он может получить лишний дамаг, он его и получает. Нужно 100% добивать своего противника, так как падает ДДшка, который он по пути доставки флага обязательно за контролем. Опа, а вот и ДДшка. Вот и ДДшка, вот и хороший респаун, ну и в принципе, я так понимаю, это Габелла для точного стрелка. Как говорит наш оператор, не обращайте внимания, хорошо, что его нет на голосе. Вот в принципе, что я и говорю. Ну вообще, какие-то странные респы. Слушай, мне кажется, вот знаешь, есть договорные матчи, да, а есть договорные респы. Вот, мне кажется, именно в этом матче у нас не договорной матч, а договорные респы, потому что стрелок вообще так удачно и очень интересненько респится для своего противника. В итоге не попадает по нему, файл будет его давить. А мне кажется, в это время бы точно стрелок, если был бы на двеном дропе, он бы прятался. Что? Мне и прятаться. Я от дедушки ушел, я от бабушки и от файла уйду. На двойном дропе с флагом. Что не делать? Что это? А я захочу. Не понял, что ладно, мы потом, потом, короче, все это потом. Тем временем у нас бой 2.40, до конца точный стрелок с флагом, пытается давить своего противника, наконец-то он это понимается, не попадает, отлично сбитая от файла по синему игроку, нету дропа, я так понимаю, это будет возможно доставка, да, еще и делитится точный стрелок, файл будет на кемперке стоять, хотел сказать, на возврате, но нет, все это правильно, он делает, респаун он заметил, хотела выстрелить до его боевика, хотели подловить друг друга на выстрелах, не получилось у них это сделать, вот дроп, вот дроп, это первая аптека, которая летит, ты шо себе там под нос в бутылку говоришь, я понятней, ты внятней, понимаешь, внятней, а, ну так вот, внятней, понимаешь, языком внятней, файл, 104, отлично сбитая рельса основа по точному стрелку, будет он скорее всего погибать, но попытаться можно выдать рельсу, полторы минуты до конца шансов нет, не успевает даже отстреляться, по целому игроку это доставка, это 10-0, это абсолютный, абсолютно рекорд, вот так вот, мой инглиш is very best, в общем-то, ну и снова, смотри, файл просто берет дд, и все, по сути, контролит, ну есть там, да, броня, точно стрелок, уже понимаешь, что мне говорят, бесполезно, зачем, просто такая синхронность дропов, просто идеальная, и респы, к слову, относительно, относительно хорошие, наставки на спорт, xbet, да, один xbet, большие выигрыши, это не реклама, минута до конца, точно стрелок, пытается что-либо сделать, на броне файл, хоть он будет погибать, броня у него не пропадет, нет, рэш дд, не сбивает даже рейсу, хибет, хибет, как говорится, хребет, 50 секунд до конца, это 11-0, напоминаю, у нас, файл 104-й ведет, это у нас, третий раунд, ну и, вообще, какая-то необъяснимая победа, я понять не могу, для файла, со счетом 3-0, 30 секунд, тут остается, точно стрелок, пытается бороться, хотя бы, флажочек престижа, давай, ты сможешь, ну, да, по сути, 20 секунд до конца, аптеки нету, хоть и первый на рельсе, точно стрелок, файл, кстати, не попадает, все-таки, у точно стрелка, остается шанса, чтобы привести этот, один, одинешенек, флажочек, одинешенек, одиночек, флажочек, вот, на свою базу, доставить, и, в принципе, попытаться, нет, не собирается, он пытается, 6 секунд до конца, но, в принципе, мы посмотрели очень хорошую игру, достойную, как и от стрелка, так и от файла, ну, а файл у нас побеждает, файл побеждает, со счетом 3-0, по итогу, 3-х раундов, хотя мы сыграли 4, но, в первом раунде, ребята там, напоминаю, лагали, вот, и договорились на, переигровку, добровольную, еще бы узнать, как у нас сыграл там, EX и BIS, если бы я это знал, то мы бы знали, на кого попадет у нас файл, если он попадет, на BIS, то это будет интересная игра, возможно, можно будет ее потранслировать, но мы, в принципе, благодарим игроков, за хорошую, прекрасную игру, на данной, интересной карте, и будем постепенно, переключаться на розыгрыш, напоминаю, ключик у нас, 82, 97, 7, что? Нет, это я, не, он сказал ставки на спорт, и, видимо, он повторил, нет, он сказал ставки на спорт, я сказал Ахибет, и он потом написал в чай, так, да, 82, 97, ребят, вот такой наключик у нас, а, и, и, Продолжение следует...